Сотрудник российской мониторинговой организации «Голос» Василий Вайсенберг, на которого неделю назад напали в московском метро из-за его профессиональной деятельности, сомневается, что его дело когда-либо дойдет до суда. Напомню, «Голос» занимается наблюдением за выборами в России на всех уровнях и выявлением нарушений, вбросов и прочих видов фальсификации результатов в ходе голосования и подсчета голосов. В 2013 году ассоциация «Голос» была признана иностранным агентом. В прошлом году Мосгорсуд отменил это решение. Штрафы, выплаченные «Голосом» организации, вернули, но из реестра так и не исключили. Нападение на сотрудника «Голоса» Василия Вайсенберга произошло ровно неделю назад. С тех пор московская полиция ведет расследование, однако пока безрезультатно. И где-то на перегоне между станциями метро «Автозаводская» и «Коломенская» со мной стал разговаривать человек, который сидел напротив меня, то есть вот на скамейке. Его заинтересовал значок «Голос», и он стал говорить, что это про иностранных агентов, что голос иностранный агент. Я сначала не очень понял вообще, о чем он говорит, поскольку у меня была газета, на которой было написано, что это про иностранных агентов. Но потом он еще раз сказал, что вот голос, признан иностранным агентом. И в конце концов он потребовал, чтобы я снял значок, небольшой фрачный значок. Я сказал, что ему, если что-то не нравится, он может пересесть, ничего снимать я не собираюсь. Он еще сколько-то раз со мной приопирался, и потом в конце концов перешел к активным действиям. Просто схватил меня за правый карман куртки, где был прикрепленный значок, и стал его отдирать. Я схватил его за руки, пытался как-то от него защититься. И параллельно я пытался привлечь к этому внимание пассажиров, но они как-то не обращали внимания, наверное, для них это нормально. Просто они отсели, отошли, но вокруг нас такой вакуум образовался. По словам Вайсенберга, многочисленные свидетели инцидента в переполненном вагоне метро давать показания следователям отказались. Единственная надежда сейчас на данные камер видеонаблюдения на платформах станции. Впрочем, сам Василий оптимизма по поводу хода расследования не испытывает. Нет никакой доказательной базы, действительно никаких свидетелей. Во-вторых, для полиции это вообще не происшествие. Поступают сообщения об угрозах, и даже свидетели, и полиция даже в этом случае не заводит уголовное дело.